Настоящая паника охватила миллионы пользователей интернета по всему миру. Популярная и безобидная Айска, система быстрого обмена текстовыми сообщениями, за последние 24 часа стала чуть ли не самым опасным виртуальным оружием. Всему виной загадочный собеседник с цифровым именем 12-1-1-1, который самовольно появляется в списках контактов. Он спровоцировал тревожные и невероятные слухи. То ли это опасный интернет-вирус, то ли очередная рекламная акция нового голливудского фильма. Владимир Кобяков рискнул включить свой компьютер, чтобы разобраться в ситуации. Бороться с новым вирусом приготовились сотни тысяч россиян. Новость о компьютерной атаке за сутки облетела весь интернет. Число 12-1-1-1 стало главным врагом. В большинстве блогов разворачиваются дискуссии, как обороняться от этого вируса. Вот, видимо, досиделось я, Васьки. Сегодня появился контакт с волшебным номером 12-1-1-1. Появился троянчик, или как его еще назвать, под номером 12-1-1-1. Имя ICQ-систем, который добавляет к паролю пару символов или его воруют. Это уже известный вирус. Знакомый работающий там сказал, что на днях поломали их базы. Не стоит медлить, уже почти полмиллиона человек лишились своих номеров. В интернете даже можно найти подробные описания, как новый вирус стирает информацию из компьютера, крадет пароли. Неспокойно стало и в крупных компаниях. Своим сотрудникам рассылали предупреждение. Если увидите 12-1-1-1, то срочно его удаляйте. Паника в интернете среди пользователей бывает редко, но это как раз тот случай, когда паниковать начали практически все. Появилась версия о том, что это масштабное воровство паролей. В интернете встречается такой вид мошенничества. За возврат паролей обычно требуют от 50 до 100 долларов. Интернет-беспокойство вызвала программа ICQ, или как ее еще называют Аська. Это один из самых популярных сервисов по обмену мгновенными сообщениями. В России ею пользуются более 2 миллионов человек, и почти 90% из них получили нового таинственного собеседника под псевдонимом 12-1-1-1. Его уже называют страшным числом интернета и незваным гостем. И теперь набирая 12-1-1-1, можно пугать знакомых интернет-пользователей. Первыми успокаивать начали специалисты российской антивирусной лаборатории. Вчера наша лаборатория предупреждала о том, что никакого вируса для ICQ нет. Поэтому мы рекомендуем пользователям не паниковать и не предпринимать никаких срочных действий. Когда стало понятно, что 12-1-1-1 никому еще не навредил, стали гадать, а кому выгодна такая паника. По интернету ходит письмо, в котором во всем обвиняют режиссера Тимура Бекмамбетова. Якобы это скрытая рекламная кампания его нового фильма. Бекмамбетов уже один раз использовал прием вирусного маркетинга. Он распространил через интернет вот этот ролик, съемки камеры наблюдения офисного бунта. Но потом признался, что это был всего лишь рекламный ход. Теперь подозревают, что Бекмамбетов опробовал новое средство рекламы – компьютерный псевдовирус. Но вот эти цифры, они в вашем фильме никак не фигурируют? Компания-владелец ICQ с большим упозданием прервала свое молчание. На официальном сайте появилось небольшое объявление. 12-1-1-1 – это не вирус? Это было сделано для того, чтобы улучшить связь с пользователями и перейти к новой версии нашей программы. Мы уверены, это пойдет только на пользу, и вы по-прежнему сможете легко общаться с кем угодно и где угодно. Интернет-пользователи до сих пор обсуждают феномен 12-1-1-1. Кто-то уверен, что так внедряется тайное оружие против спама, кто-то доказывает, что это подозрительный технический сбой. Но в любом случае 12-1-1-1 теперь останется в истории как образец интернет-паники. Владимир Кобяков, Татьяна Павлова, Владимир Червяков, НТВ, Москва.